МОСКВА ТОК-ШОУ В свои 15 лет Кристина Калашникова воспитывает двоих детей от двух разных отцов. Полуторагодовалого Ивана и новорожденного младенца, которому еще не успела дать имя. Отец Ивана, Федор Орловский, уже получил срок за то, что собратил несовершеннолетнюю девочку. Я сел, я освободился, но я пошел в отказ. Потому что это не мой ребенок. Теперь Федор хочет доказать, что несовершеннолетняя Кристина – проститутка. А 23-летнего Кайрата Сабраева, отца новорожденного малыша, со дня на день ждет суд. Тоже за совращение несовершеннолетней школьницы Кристины. Я, в смысле, любил сына, и в смысле, ее мне было наплевать, закон как поступит. Сегодня мы поговорим о том, кто виноват, что 15-летняя девочка уже дважды мать, и за что у нее могут забрать детей. Тема программы «Дважды мама». Кристина Калашникова сегодня гостья нашей программы. Привет, добрый вечер. Ну, скажи вообще, как вот так получилось, что в 15 лет, а ты уже с двумя детьми на руках? Ну, как я ездила в гости в Советское, там, к родственникам, естественно, ходила гулять, познакомилась вот с парнем, забеременела от него, родила ребенка, он меня бросил. Как бы вот уже ребенку год и три я воспитала его, подняла на ноги. Тут я встретила второго парня. Тут же забеременела от него, я сказала ему об этом, что он сказал, что мы оставим этого ребенка, несмотря на что, что еще один, и мы готовы двоих детей поднять на ноги. Последнего ребенка ты родила 5 сентября, совсем еще. Да, 5 сентября. Мальчик, девочка? Ой, мальчик. Я не пойму никак, почему мне не отдают этого ребенка. Я готова воспитать, я от него не отказалась, ничего. Как его зовут? Ваня. Ваня. Симпатичный малыш. А что говорят, почему не отдают? Ну, якобы, что я несовершеннолетняя, что неблагополучная семья у нас. Хотя у нас все хорошо, и Кайрат готов воспитать детей, не отказывается от меня. А как вообще вот родные отреагировали? Мама что сказала? Когда все-таки вот так рано, да, в 14 лет у тебя уже появляется ребенок. Ну, вот с первой мамы, конечно, ну, естественно, была в шоке. Ну, потом как бы все смирились с этим и сказали, что мы поможем тебе во всем воспитать. Ну, а со вторым уже, когда я родила второго, уже она знала, что я уже живу. Как бы она не переживала, что она, потому что уже знает Кайрат, что он способен, что он сможет воспитать этих детей. Как бы все смирилось. Вы с Кайратом сейчас живете на одной территории? Да, мы живем сейчас вот в квартире. Давайте посмотрим, как обустроен Ваше будет внимание. Вот это у нас коридор. Вот мы здесь тоже вот купили уже обои, все вот теперь. Купили сюда ДВП кусок. Вот видите, какие у нас стены. Здесь вот кухня у нас вот тоже вот. Стояк вот этот Кайрат, он его штукатурил сам. И потолок вот видите, какой здесь тоже вот все сыпется оттуда, рушится. Вот эта комната, вот мы хотим ее сделать для детишек, для наших. Тоже мы поклеим обои. Здесь тоже вот потолок, видите, какой он. Вот смотрите, вот нам дали квартиру с такой крышей. То есть, как начинается дождь, ливень, у нас все течет. Затапливает нас, затапливают соседей. Большая квартира, но почему она в таком состоянии? Ну вот мы пошли к главе администрации, как к молодой семье, нам дали вот такую вот квартиру. Воды ни в доме, ни в колонку ходим, как говорится. Давай вернемся к твоему первому парню, от которого первый ребенок. Ему сколько лет было, когда он стал встречаться с тобой? 19 им было лет. Мы познакомились, ну, он мне тоже там обещал золотые горы. Но когда уже узнал, что я когда родила, он потом уже не стал даже со мной разговаривать. А его родители как-то вообще что? Или ты не встречалась с ними? Я встречалась с ними, мы как-то даже, ну, как бы и жили там у них. Вот, ну, они как сыночек сказал, так они и делают. Давайте послушаем, что рассказывает Федор про ваши взаимоотношения. Внимание. До меня с ней гуляло очень много людей. Я с ней был два года назад, а ребенку год семь месяцев, или где-то так примерно. То есть по датам не совпадает? Не совпадает. Я с ней, с Кристины, два дня погулял, год-два назад, может даже и больше. Она все ко мне клеилась. Она просила, чтобы я к ней, это, ну, с ней жил, с Кристиной, с этой. Но я с ней жить не стал, потому что она гуляла уже с другим, а мне гулящие не нужны. И то, что она хотела меня, может, вернуть. И за ребенка, ну, думаю, что она родит, и я к ней приду. Но я знаю, что это не мой ребенок, я к ней ворачиваться не собираюсь. Ей 13 лет, а она гуляет здесь, как 20-летняя. Да Ваня на меня не похож. И я не знаю, на кого он похож. У Кристины репутация легкого поведения, но она сама не знает, от кого ее ребенок. Вот не обидно слышать такие слова от парня, с которым ты встречалась? Обидно. Обидно, очень даже обидно. Но я как-то уже пыталась поговорить на эту тему, что это ребенок. Я даже предлагала ему сделать ДНК, потому что это в его интересах. Как бы я ему сказала, если ты не хочешь, я тебя не заставляю. Своего ребенка воспитаю я сама. Как бы там ни было, он даже не согласился делать ДНК. А он как-то ухаживал, делал какие-то знаки внимания, или это была случайная связь, и поэтому вот так все получилось? Ну, как бы он был, да, там он ухаживал, и в то же время как бы просто не замечал меня. А почему он говорит, что какие-то мужчины, что ты встречалась, что он не первый, что... Нет, такого не было. Когда мы с ним начали встречаться, и потом начали жить у его родителей, я от него близко никуда не отходила. Кристина, а вы в каком классе учились, когда вот это случилось? Я училась в восьмом классе. И тебе было 13 лет? Да. А дальше проблемы со школой, вот они как решались? Ну, когда я вот была беременна, я первое время, естественно, ходила в школу. Потом уже, когда, ну вот уже мне было 7 месяцев беременности у меня, и как бы мне предложили ходить на дальнейшем в вечернюю школу. Вот, то есть я ходила в дальнейшем в вечернюю школу. Ну, а в итоге вот сейчас-то? Закончил 9 классов, да, я закончила. Вечернюю школу? Да, вечернюю школу. Ну, когда ты ему сказала, что я беременна, он что, сразу сказал, делай аборт, это не мой, начал как, тебя сторониться? Нет, он не говорил, делай аборт, там он просто сказал, я знаю, что это не мой ребенок, что он уверен, что это не его ребенок. А ты уверена, что это его ребенок? А я уверена, да, вполне, что это его ребенок. А у вас Федор первая мужчина была? Да, первый. А вот то, что Федор говорит, что несовпадение как бы даты, ну вот, когда ты забеременела и когда вы встречались просто, это так или нет? А вообще сколько вы встречались, Кристина? Тут это очень интересно. Они не встречались, они два дня. Он сказал два дня. Нет, мы встречались с ним три месяца. Три месяца. Да. То есть он врет сейчас? Ну, так это продолжительное время, это не два дня. Ну, он врет, что это было два дня? Он врет, да. Мы встречались с ним все лето, мы его... Если даже она, Кристина, говорит, что она знакома с родителями и представлена, и в семье там все это происходило на глазах у родителей, как я понимаю. Да, на глазах у родителей. Но он знал, сколько тебе лет, когда вступал в тобой в половой связи? Кристина, а твои родители как отнеслись к этому? Все-таки вопрос вот такой. Твои-то, мама с папой, как отнеслись? Спокойно к этому отнеслись, что ты ушла из дома в 13 лет, бросив школу, живешь со взрослым парнем. На тот момент это было лето. Хорошо, это были летние каникулы. Летние каникулы. Мама с папой знали, что ты живешь в чужой семье. Одну ночь не пришла, другую ночь не пришла. Они не знали. Три месяца тебя нет, Кристина. Я поехала в Советское в гости к своим родственникам. На три месяца? Ну, на летние каникулы. И тетя тоже не знала? Она как бы знала, но прикрывала просто меня. Понятно. Тетя прикрывала, мама думает, что ты собираешь черешню и... Она прикрывала меня то, что я вообще встречаюсь с кем. Я понимаю. Но тебе жалко Федора, ведь его осудили, он сидел? Нет, нет, мне нисколько его не жалко. Вот за то, что он отказался, как бы от меня, от ребенка, от своего. Ему дали срок же, да? Да, ему дали год условного. Все-таки одного парня уже условно осудили. Ведь ты, когда начала встречаться с Кайратом, понимала уже, на что ты можешь обрекать молодого человека, будучи по-прежнему несовершеннолетней? Да, я понимала все. Ну, как бы он согласился со мной жить и воспитывать. Он взял меня, опять же, с ребенком и согласился воспитывать этого ребенка. Как бы я вот... Ну, понимаешь, что его тоже будут судить? Вот в чем проблема-то, в всей этой ситуации? Я знаю, что его будут судить. Кристин, ну вот вы не работали. 13 лет. Маленький ребенок и решаетесь на второго ребенка. Вот вы заверяете, что спокойно воспитаете и одного, и двоих детей. За счет чего? Вы еще долгое время работать не сможете. Кто будет обеспечивать детей? На родителей надеетесь или на кого вот сейчас? Почему мы не сможем? Это я не смогу работать. А ты вообще... А карат-то работает. То есть вы просто искали кормильца, которого хотели женить на себе, с тем, что он обеспечивал детей, и так получается? Нет, это не так. Но все-таки вот, что ты хочешь от этой жизни, да? Мне кажется, что у каждого человека есть какая-то цель, да? Вот у тебя какая цель в жизни? В данный момент я хочу, чтобы мне вернули маленького ребенка второго. Так. И просто, чтобы от нас отстали. То есть ты хочешь быть мамой? Да, я хочу быть мамой. Хочешь рожать детей, чтобы у тебя была большая семья? Да, чтобы у меня была большая семья. Если есть такая цель создать хорошую семью, то надо с чего-то начинать. И первый шаг, мне кажется, нужно установить в судебном порядке отцовство первого мужчину, для того, чтобы он выплачивал алименты на ребенка. Дальше, вторым этапом можно попробовать, я так понимаю, что договоренность со вторым мужчиной есть, вступить в брак. И то, что ребенок маленький, и то, что имеется желание вступить в нормальные семейные отношения, это является основанием для освобождения от уголовной ответственности для него. Таким образом, он сможет материально содержать второго ребенка и помогать вам. Ира, вы понимаете, у 14-летней мамы годовалый ребенок на руках. Для чего еще в этой жизни, еще дети, еще семья и вот это все проблемы, которые... Мне кажется, что взывать сейчас к логике, к разуму, вот я смотрю, как здесь все стараются, говорят, ну ты понимаешь, ну ты понимаешь, но не понимает. Вы знаете, вот раньше вот в России было такое красивое слово, непутевое. Она добрая, хорошая, любит детей. Почему я не понимаю? У меня вот я захотела второго ребенка. Я родила второго ребенка. Секунду. Понимаете, поэтому... Нет, в 13 лет мы ноги научились раздвигать, предохраняться мы не научились. Это нормально. И она говорит, что она мать. А что мужчины... Нет, она потом еще второго заделала ребенка, ей на всех наплевать. Она сидит рассказывает про то, что она кого-то воспитает. Кого она воспитает-то? Кого? Ее самой еще никто не воспитал. Родителям наплевать, этим наплевать. И еще вот этого парня, там, 19-летнего, нет какой-то... Вот она говорит, поставим... Хорошо, она раздвигает ноги. А те, кто ложится с ней в кровать, извините меня. А вам плевать, что она молодая, раздвигает ноги. А вы рады ли этому и лезете на них, на девчонок. Да на мать. А на мать она рада воспитывать двоих своих детей маленьких. А вы плевать, как тараканы для девчонок. Один из тараканов сегодня пришел на эту программу и готов все рассказать про Кристину. Федор Орловский. Встречаем, отец первого ребенка. Кристин, ты из цирка устроил наглухо. Да? Да. Федор, все-таки расскажите нам. Кристина говорит, что вы были у нее первым. Это ее первая большая влюбленность. Вы встречались три месяца, вы представили ее родителям. Она подумала, что вы самая большая любовь в ее жизни. Где правда? Первой я у нее не был уже. Я пришел, когда мы два дня с ней всего лишь встречались. После этого я нашел уже другую девушку. После того, как она ноги повесила на моего брата, родного. А с родителями вы жили, Федор? А на Сашу не помнишь? На какого брата? Федор. А на Сашу ноги на него закинул, когда он пил, пил на дворе. Федя, Федя. Скажите, пожалуйста, первый, не первый, это уже сейчас нет разницы. Вы жили... Как это нет разницы, извините, пожалуйста. Нет, 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 секунду. Разницы нет, потому что... Разница есть, потому что ты встречаешься с девушкой, а потом узнаешь, что я попользовал весь поселок, то я вам нужно бежать действительно от этого. Ну мы сейчас защитим Федора. Мне кажется, его просто сделали какого-то пущения. Если девушка наша, Кристина, жила у Федора три месяца, скажите мне, пожалуйста. Как она может у меня три месяца жить, если вы всего лишь два дня с ней только встречались? Вообще два дня в жизни? Не надо два дня. Если только ты жила, когда я с Солей жила уже с девушкой, с другой, после тебя, ты подошла к моей девушке. Если вы такой брезгливый мужчина, почему вы тогда с ней спали, если вы все про нее знали? Потому что я и первый раз, когда увидел, познакомился. Ей было 13, а вам 19, вы были взрослый парень. И второе, если вы настолько в себе уверены, почему вы не сделаете ДНК? И вообще вопрос снимется. У них денег даже на аборт не было. Какой ДНК? Вы любили его? Ну не сказать, что любили, а была какая-то привязанность к нему. Химия. Сейчас молодого человека вы любите, от которого вы родили ребенка? Второго, да, я очень сильно люблю. Вы мне объясните, пожалуйста. Вот вы считаете, любовь невозможна без секса, без постели? Возможно. Возможно. А почему вот до такой ситуации довели? Что мы сейчас сидим и обсуждаем эту проблему? Ведь это ужасно. Это уже сессия по пьянке была. Она пила, вот здесь из зала говорят, что все было по пьянке. Пила она, да. А он-то кредит вы пьянки? То есть все было по пьянке, никто ничего не помнит, да? А вы прямо белый и пушистый, Федя. Я? Нет, я не белый, не пушистый. Вообще-то вы уже априори виноваты, потому что вы вступили в сексуальную связь с несовершеннолетним. А мне, знаете, срок был. И то, что незнание закона не освобождает вас ни от какой ответственности, хотя вы уже понесли. Так он уже получил срок, он уже поимел все, что можно поиметь от Кристины. Скажи, пожалуйста, кто кого совратил в этой ситуации? Она говорит, она приехала в поселок, да, на летние каникулы. Вот как все происходило? Ну, мы встретились с другом ее. Она шла с своей сестрой. Катя, сестра или нет? Да. Катя ушла, а ты осталась с нами. Мы поехали в поле охранять, когда друг охранял меня. Да. После этого мы поехали, приехали домой, она оставалась у меня ночевать. Сколько дней? Я не знаю, с первых пары дней, потом она уехала, опять степное. И все, потом я встретил Олю вот эту, ну, девушку. И жил с ней. После того меня посадили на три месяца. Я освободился, то есть с этого Оля мне писала письма. То есть тебя посадили за Кристину? Нет. А, вообще-то другое. Это другое, да. А, понятно. А год условно удали, вот у меня сейчас прошел за Кристину. То есть родители знали, что вы привели в дом 13-летнюю девочку? Родители, да, они были против, но со мной спорить было как бы бесполезно. Так ты говоришь, что ты два дня с ней встречался, теперь говоришь, что родители все-таки... Ты знали ее? Ну, мы не жили, мы просто как бы встречались, она у меня просто ночевала. Ну, не два дня. Ну, жили в представлении, может быть, Федора, что она должна встать, приготовить ему завтрак, постирать одежду. А жили, ну что, переспали и пошли, да? Ну, что как-то. Федора, у Михаила Михайловича Шванеткова есть удивительная фраза. Одно неосторожное движение, и ты отец. Вот и все. Федор. Начнем с того, что вопрос, который задается, кто кого соблазнил, девушка или он. Однозначно есть закон, который четко озвучивает, что он соблазнил несовершеннолетнюю девочку. И неважно, она была первая или он. Мозги есть. 18 лет исполнилось. Будь добр, неся ответственность за свои поступки. В полном объеме. Почему ты считаешь, что мальчик не похож на тебя? Во-первых, даже по фотографии. У меня фотографии маленькие, где я. Там даже вообще не похоже. Я знаю, что вы сейчас встречаетесь с другой девушкой. Да. Ей сколько лет? Я с ней живу уже два года. Сколько ей лет? 23. Катя ее зовут, как я понимаю. Да. Итак, когда вы обожглись на малолетке, да, вы встречаетесь с девушкой постарше, Катя Зиняева. Давайте послушаем Катю, что говорит она. Здравствуйте. Кристина, я вообще, я в шоке. Что-то вот здесь вот устраивает шоу просто. Какое шоу? И вот эта вот показуха по телевизору. Ты, я не видела ни разу, чтобы ты с ребенком была. Да? Да, ни разу. А, ты не видела? Была твоя мать, и то вот под этим градусом. Да? Это не важно, каким она градусом была. Ни разу не видела, чтобы ты была с ребенком. Кать, вы слышали про отношения Федора и Кристины? Наслышала. Что вы думаете про все это? Ну, что тут думать? То есть вы тоже поддерживаете мысль, что она гулящая, и это ребенок не Федор? Это все знают. Ну, что значит, все знают? Что значит? Что у нее на лбу написано, что она шалава гулящая, что ли? Она прекрасная мать, она родила двух детей. За себя и за тебя. Насчет прекрасной мы еще давайте поспорим, да? Прекрасной. Дело кончится тем, что ты тоже забеременеешь, родишь, а он будет кричать, что это не твой ребенок. Она беременна, между прочим, сейчас. Это мой. В 23, по-моему, можно беременеть, насколько я знаю. Кайрат тоже приехал на эту программу, чтобы поддержать свою любимую. Встречаем нового парня Кристины. Скажи мне, ну ты знал, что она несовершеннолетняя? Да. Тогда зачем ты идешь на это, чтобы получать судимость, чтобы себе портить жизнь? Кроме Кристины никого нет или там рядом? Получилось, что нет. Ну получилось, как получилось, скажи мне. Я думаю, что когда у нас год дают условно, дальше все понимают о безнаказанности. Вот я сейчас стяжу и слушаю, думаю, если бы ему дали два года тюрьмы, он бы посидел, все бы остальные уже включали мозги. А сейчас срок условно, у нас как, знаешь, пойти в бане помыться. Андрей, Федору повезло почему? Потому что тогда еще не вступили в силу поправки в уголовный кодекс. А сейчас, согласно действующему законодательству, до 16 лет принцип заведомости. То есть знал, что несовершеннолетняя, это первое. Не знал, что она несовершеннолетняя, в паспорте смотрел. Все равно от 3 до 7 лет уголовного заключения сейчас. Кайрат, а вот эту квартиру вы получили. Да. Вам, нам сказала Кристина, что дали как молодой семье. Да, да. А получается, что не совсем так. Получили, дали лично вам. За что? Получили, в смысле, как молодой семье нам дали. Он пошел в эту администрацию. Он сказал, что у него есть жена, что у него есть двое детей. Я даже взял, в смысле, с задолженностью. Какая жена? Вы же не жена. Вы же не расписаны. Не расписаны. То есть тебе просто поверили, что вы живете вместе? Он на работе, наверное, получил. Он же работает и делал. Ты гражданин России? Да. Как твоя жизнь складывается? Мы слышали, что первый парень судим. У тебя судимости есть? Да. Тоже есть. Понятно. За что? 158-я. 158-я это что такое? Кража тяжелого мужа. Понятно. А вы, естественно, второго ребенка тоже не планировали, как я понимаю. А вот все-таки скажи мне, что было бы, если ты бы вступил в связь с 12-летней казашкой? Вот у тебя на родине. Я не знаю. Да знаю. Отец, мать ее узнали бы. Вот что с тобой сделали? Ничего бы не сделали. Андрей, законодательство отличается. Кстати, в Казахстане там, по-моему, 14 лет. 14 лет и после этого возраста не несет уголовную ответственность. В России, к сожалению, в России принцип заведомости после 16 лет. Поэтому вот до 16 лет уголовная ответственность. Мы в России живем, а у нас другие законы. И это уже педофилий. Тем более он знал, с кем связывался. Взрослые парни. Девушка несовершеннолетняя. Но она как незрелое яблоко. Она вот и рано согрела. Но еще сознание у нее детское, можно сказать. А парни-то взрослые. Что ты встречался с мамой Кристиной? Что она тебе говорит? Да ничего смысла. Поначалу она чуть-чуть это... Как-то не воспринимала меня нормально. Но потом все это срослось. И было хорошо все. Давайте послушаем маму Кристины, что она говорит. Внимание на экран. До внуков дожила. Я очень этому рада. Я очень люблю свою Кристину. Я очень люблю внуков. Конечно, это рано. Мне было 18 лет, я ее родила. Прожито было рановато, конечно. Я рада, отношусь хорошо. Он хороший. Как он ко мне относится. Как он к Кристине относится. Мне это нравится. Я своих внуков никому не отдам. Потому что они мои. Нас проверяют. Приходит то администрация, то полиция. Пускай, что ей 15 лет, пускай они родили. Дай бог им счастья. Я все сказала. Зал, давайте успокоимся. Сейчас короткая реклама. Далее в нашей программе. Мама Кристины, которая в свои 33 года стала самой молодой дважды бабушкой России. Вы увидите ее первыми. Не предупреждайте. Вы смотрите, пусть говорят, что в программе сегодня дважды мамы. В свои 15 лет Кристина Калашникова воспитывает двоих детей от двух разных отцов. Полуторагодовалого Ивана и новорожденного младенца, которому еще не успела дать имя. Отец Ивана, Федор Орловский, уже получил срок за то, что совратил несовершеннолетнюю девочку. Я сел и освободился. Я пошел в отказ. То, что это не мой ребенок. Теперь Федор хочет доказать, что несовершеннолетняя Кристина – проститутка. А 23-летнего Кайрата Сабраева, отца новорожденного малыша, со дня на день ждет суд тоже за совращение несовершеннолетней школьницы Кристины. Я, в смысле, любил сына, в смысле, ее. Мне было наплевать, закон как поступит. Давайте сейчас пригласим в студию Ольгу Хомякову, которая в свои 33 года стала самой молодой дважды бабушкой России. Встречаем Ольгу Александровну. Кто здесь проститутка? Кто здесь проститутка? Ты ее называешь проституткой? Ты меня называешь проституткой. Ты поняла? Ты на себя посмотри. Я за себя смотрю. Смотришь? Смотрю. Я знаю, как ты смотришь. Сиди вон. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга Александровна. Присаживайтесь. Смотрю. Я смотрю, как ты смотришь. Все-таки давайте поговорим про ваши отношения. В 33 года стать дважды бабушкой. Уже первый ребенок полтора года на ваших плечах. Вы его растите, нянчите. И сейчас второго, я понимаю, вам тоже придется взять на себя, если детей отдадут. Будем воспитывать. Будем воспитывать. Ну, а может быть, все-таки как-то воспитать Кристину и сказать, Кристина, пользуйся контрацептивами, если ты спишь с мальчиками, да? Попроси их одевать в презервативы. Ну, честно. Скажите, разве это плохо, когда вот дети рождаются? Прекрасно. Но маме 33, она тоже хочет пожить, Кристина. Понимаешь, она тебя рано родила. Она хочет тоже встретить мужчину. Хочет провести с ним медовый месяц где-нибудь в Адлере. Андрей, я ее воспитала. Это моя дочь. Каких она детей родила? Я считаю, что это мои сыновья. Как вы воспитали свою дочь? Вы говорите, что хорошо. Если дома она не получала ни любви, ни нежности. Она пошла искать деток, мужчинам к другим. Вы виноваты в том, что у нее не было ни детства, ни юношества, что у нее не было ни студенческих лет, что у нее не было ни встреч под луной. Понимаете? Здесь все было. Нет. Под луной-то как раз у нее были в совхозе. Она все это у нее прошла. Она, не переживайте. Мне кажется, ну что сейчас взывать, знаете, к совести, к разуму? Спрашивать, почему? Потому что нет ответа на вопрос, почему. Мне кажется, что... Ну вот так случилось. Есть двое детей. Один ребенок очень слаб. Мне кажется, что этим детям и этим людям нужно сейчас как-то помочь. Мне кажется, что это в первую очередь ваш грех. То, что... Ну это очень рано. То есть она говорит, я хочу их поставить на ноги, а ее еще пока не поставили. Вы знаете, понятие «очень» оно очень относительное. Конечно, дети это святое, это очень хорошо, но надо все вовремя как-то делать. Это просто очень неправильно. Дело в том, что если уголовное законодательство направлено на защиту несовершеннолетних от сексуального насилия, то семейное законодательство в этом плане более гуманно. И при достижении 16 лет девушка может вступить в брак. Если с законодательством субъекта не установлен иной возраст, иной брачный возраст. Дело не в этом. В январе Катерине исполняется 16 лет. Вы можете подать заявление в орган местного самоправления о том, чтобы вам разрешили вступить в брак. И это будет являться основанием для освобождения для Кайрата от уголовной ответственности. Вот это выход, это выход из этой ситуации. Хорошо, кто видит, что Кайрат и Кристина будут жить счастливо? Скажите мне, пожалуйста. Есть кто-то? С чужим ребенком на руках еще. Вы понимаете, что она же не отказывается от своих детей. Не каждая бы девушка в этом возрасте, она могла бы детский дом отдать. Но она не отказалась от них. Вот сейчас, что делать? Пускай они создадут семью и воспитывают своих детей, если уже такая ситуация. А что, бабы? Так, вы верите, да. Откуда вы знаете, что Кайрат? Пусть они жили, если у них будет все нормально, если он сможет воспитывать этих двоих детей, то пусть живут себе на здоровье. Это лучше, чем быть без отцов. Вы верите в то, что они будут счастливы? Скажите, Олег. Действительно, нужно сказать, молодец парень, взял девушку с ребенком. Но при этом идет осмысленно нарушение закона. Ведь мы должны все-таки понимать, смотрите, педофилия – это больная тема в нашей стране. Общество требует сегодня усилить наказание педофилам. И мы стремимся к этому совершенствовать законы. И говоря о том, будут счастливы или не будут счастливы, вот у меня стоит вопрос. А он женится из-за того, что он хочет с ней жить, или из-за того, чтобы снизить уголовную ответственность? Ведь потому что звучит и правильно. Давайте мы поможем ребятам, давайте мы сделаем. Мы сейчас защитим его от уголовной ответственности. А через два года, когда исполнится 18 лет, он себе разойдет и скажет, спасибо, я поехал в Казахстан, потому что у меня там есть что-то. И все. Давайте исходить из интересов ребенка. Вот что ребенку хорошо, чтобы папа сидел в тюрьме, а мама осталась одна? Нет. Я сказал в самом начале, что он молодец. То, что девушка, она хочет быть матерью, и это хорошо. И это приветствует. Вопрос другой. Как мы воспринимаем, как она воспринимает, как мы воспринимаем, чтобы в 12 лет начинать рожать? Я против этого, как и любой нормальный родитель. Все будут выступать против этого. Вы знаете, вот вы говорите о законе. Ведь закон с каждым субъектом, он себе не отличается. И если мы говорим о том, что это произошло сейчас, то, конечно, лучше, чтобы у нее был отец. У ребенка, у детей был отец. Это безусловно лучшее. Но при этом мы должны понимать, что от чем отличаются другие педофилы, которые садятся в тюрьму, которые тоже говорят, что он по любви это делал, что он хочет ее любить. А она, видите, или ему отказала, или согласилась вступить в сексуальную связь. А вопрос, скажите мне, а где папа? Я ее насилушу или что? Сколько ей было лет, Кайрат? Ей 13. Нет, когда вы с ней вступили в связь, сколько было лет ей? 14. 14 лет. Это ребенок или нет? Ничего себе, она в его понимании, она мать. У нее уже был ребенок. Она действительно взрослая жизнь. Подождите, то, что она с той матерью не делает ее взрослой. Ольга Александровна, а где папа? Конвенция о правах ребенка прописана до 18 лет. Вы сами говорили только, это уже не знание. Остается человек ребенка. Ольга Александровна, а где папа Кристины и дедушка внуков? Где он? А он сейчас в данный момент на работе в командировке находится. То есть он существует? Да, он существует. Понятно. Мы с ним живем уже 16 лет, с этим папой Кристиным, и у нас все прекрасно, все хорошо. Мы стараемся помогать Кристине. Мы сейчас в данный момент занимаемся Ванечкой, тоже помогаем, потому что в такой квартире вы сами видели прекрасно, какая у них. Нет, у меня только одна Кристина. Да, у меня одна. Хорошо. А есть какой бюджет у семьи вот сейчас содержать двоих детей? Вы работаете? Я не работаю. Работает Кайрат и папа, и дедушка? Да, да. То есть двое мужчин в семье работают, мамы воспитывают детей? Работа постоянная или просто вот такие заработки вот мужу изжать? Постоянная. 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 Работаете себя за то, что отпустили дочь тогда на летние каникулы к тете, и вот где все произошло с Федором? Виню. Конечно, как мать, как мать, я виню себя, что я ее отпустила, что так получилось. А вот вы сейчас разговариваете со своей уже очень взрослой дочерью. У меня просто только один сын, которому 15 лет, а у вашей дочери уже двое. Мне кажется, что я просто ребенок по сравнению с ней. Вот Андрей несколько раз говорит, какие планы на жизнь? Вот что вы сейчас ей говорите? Как должна будет строиться вот будущая жизнь? Там завтра, послезавтра, через месяц, через год, через два? Планы сначала, в первую очередь, надо сделать квартиру. Это понятно. Забрать ребенка с больницы, чтобы не было никаких проблем, чтобы карата не посадили, чтобы ребенок выписали с больницы здоровым, чтобы ничего с ним серьезного не случилось. Хотите, а вот, подождите, а вот там учиться, тебе нужно учиться, тебе нужно получить профессию какую-то. Вот детей немножко поднимет на ноги, а потом уже пойдет учиться. Ну, то есть, вот, даже пусть у нас есть училище в нашем поселке Степно. Да. Сейчас короткая реклама. Далее в нашей программе тетя Кристина, у которой Кристина проводила летние каникулы. Она считает, что племянница опозорила всю семью. Не предпишите. Спасибо, что не переключаетесь. Тема и следует сегодня «Дважды мама». В свои 15 лет Кристина Калашникова воспитывает двоих детей от двух разных отцов. Полутора годовалого Ивана и новорожденного младенца, которому еще не успела дать имя. Отец Ивана, Федор Орловский, уже получил срок за то, что совратил несовершеннолетнюю девочку. Я сел, я освободился. Я пошел в отказ. То, что это не мой ребенок. Теперь Федор хочет доказать, что несовершеннолетняя Кристина – проститутка. А 23-летнего Кайрата Сабраева, отца новорожденного малыша, со дня на день ждет суд тоже за совращение несовершеннолетней школьницы Кристины. Я, в смысле, любил сына, в смысле, ее, мне было наплевать, закон как поступил. Сейчас в этой студии появится Светлана Николаевна Бурлакова, тетя Кристина, у которой Кристина проводила летние каникулы и познакомилась с Федором. Она считает, что племянница опозорила всю семью. Встречаем, Светлана Николаевна. Кристина, я тебя предупреждала, чем это все кончается. Ты не слушала. Ну, чего хватит, Кристина? А мне теперь вот краснее перед людьми. Ты что-то грызешь, еб***ь? Я не грызу, не ругайся. Она к тебе приехала, и тебе надо было следить за ней. А я ее ремнем не била. Кристина, скажи при всех, я тебя ремнем била. Била. Не разбила. Скажите, то есть Кристину было не остановить, так она хотела? А ей сюда влетает, сюда выскакивает. А вы матери говорили о том, что... Знает, и мать знает, и мать виновата. Она сама сейчас говорит, виновата. Вы говорили, да, что такая вот ситуация происходит, что она встречается с мальчиком. Ситуацию никто не знал. Никто не знал. Она уходит на улицу. Где, чего, где она бывает. Кристина сказала, что вы все знали, покрывали, вы договорились. Кристина, узнали, когда уже было поздно. Тогда мы узнали. Ну, когда... Кристина, а когда вы первого ребенка родили? Говорила, чем все может обернуться. Правильно? Правильно. Когда вы первого ребенка родили, вот мама не справилась. Она была у тебя. А она не помогает вам. Вы, мать, если вам об этом говорили, почему вы не приедете и забрали ее домой? Она моя сестра. У меня была на нее надежда. Понимаете? Дети? Дети. У меня свои дети. У нее свои дети. Почему вы не приехали за ребенком? Это ваша единственная дочь. Вы с ней не могли справиться? Вы ее не воспитали. Вы не дали ни любви, ни заботы. Одну секунду. Вот хорошо. Любви, ни заботы не дали. Приехала на каникулы. Вот, Антон, что нужно делать тете, да, когда девочка хочет бежать к мальчику, который ее видел три раза в жизни? Что, посажите на цепь, и мы будем делать программу, да? А тетя посадила на цепь свою племянницу, да, вот на самом деле. Вот осталось только это было. Можно ответить? Или взять пистолет и стрелить ее? Господа, тут вина на самом деле не только тете, которая не справилась, которая сама признается, что она не справилась с девочкой, и то, что она уходила. Тут надо глубже смотреть на проблему. Почему девочка сама захотела уйти? Почему это произошло? Да потому что в школах больше нету такого предмета, который бы объяснял детям, да, нужно вводить этику и психологию семейной жизни как предмет, да, ни сексологию никакую, ни психологию секса, да? Вы правы, вы правы. Раньше почему было у нас в школе такие предметы? Почему в Советском Союзе никто не думал о том, чтобы, знаете, спать с малолетними детьми? Да потому что были другие цепи. Почему понимали то, что за это посадят, за это не доказали? Да, для девочек главным было целомудрие, понимаете? Да для всех все понимали, что если ты переспишь, извините, семейка, то тебя посадят. И там же замочат в тюрьме. Я вот соглашусь. Нет, совершенно верно. Я согласен с вами, Антон. Понимаете, я хочу говорить. Сейчас нет никакой боязни. Мы слышим, как молодежь легко говорит о том, что условно, ну условно, я получу слово. На сегодняшний день можем защитить половую неприкосновенность наших детей, только привлекая к уголовной ответственности. Понимаете? И он все равно совершил те действия, которые подпадают под статью. Понимаете? Здесь другая ситуация. Каково будет наказание? Но его, это наказание уже будет, с учетом всех обстоятельств дела, будет выносить суд. Понимаете? И с учетом, естественно, вашей позиции, Кристина, как матери, естественно, может быть, может быть, будет и условно. Послушайте, может быть, будет условно. Но наказание будет. Даже если, даже если наказания не будет, друзья мои. Вот для чего мы сегодня в студии... Не надо, абсолютно правильно. Не надо. Он может избежать наказания. Вот, Кайрат, обещайте, Кристин, давайте, у вас ребенки, два ребенка. Ань? Это что-то изменит? Я сейчас скажу. Что нужно? Что вы хотите? Пусть пообещают при всей студии. А что пообещают? Что больше... Что не станет так больше себя вести, Кристина? Дорогая, дорогая... Дорогая, дорогая... Дорогая, он что, не хочет жениться, что ли? Я вообще уважаемые женщины. Уважаемые женщины, мама и тетя. Я хочу обратить... Секунду, секунду, Кристина. Можно услышать Кристину? Азал. Что ты пообещала сейчас? Я обещаю, будет 18 лет, и от карата рожу еще одного ребенка. Вот ты и говори. В одно ухо влетает, в другое вылетает. А всего сколько ты хочешь? Всего сколько детей ты планируешь? Сколько? Сколько получится? Андрей, вот так мы живем в деревне. Работы нету. Зарплаты нету. Да. Где работать? На луке? Вот на луг только остается ездить и зарабатывать по 250 рублей в день. Когда родился первый ребенок, ведь это сигнал семейного неблагополучия. Как отреагировали органы опеки, комиссия по делам несовершеннолетних? Разбиралась ли эта ситуация и помогали ли тебе? Скажи, пожалуйста. Они знали прекрасно, что я мать-одиночка. Они даже ни разу не позвонили, ни разу не... не пришли и не сказали, приди, мы тебе дадим какую-то помощь, выделим. С другой стороны, Кирилл, скажи, если действительно бедно живут, работы нет, на луке 250 рублей в день, мозгами нужно думать, куда еще детей рожать? Федор должен платить и алименты, это уже деньги. Кайрай тоже должен платить. Вот у нее уже две зарплаты. Одну секунду. А что, Федор должен платить алименты Кристине, скажите мне? Федор обязан платить алименты на содержание своего ребенка, в том случае, если в суде будет доказано, что он отец ребенка. Это необходимо установить. Может быть, это не его сын, никто не доказал еще. Какие алименты? Он не может сказать, знать не знаю, до свидания пошла и все. А судимость откуда тогда? Ингал не хочет делать, денег у него нету. А в судебном-то порядке его обяжут это сделать, поэтому вам нужно действительно обратиться в суд. Вы в суд подали на Федора, чтобы получать алименты? Нет. Почему мы не подавали, потому что Иван у нас, Калашников, записан на Кристину, она как мать-одиночка идет. Да Кристина с самого начала сказала, что ей ничего от этого Федора не нужно, что она воспитает его одна. Какое пособие Кристина получает как мать-одиночка? Кристина, какое пособие получаете как мать-одиночка? Никакое, наверное, да? 2 800. А, все-таки получает. 2 800 она получает. Получает. Это, наверное, больше, чем те алименты, которые может платить. Еще, Андрей, я хотела бы добавить, есть еще определенная законодательная коллизия. Есть еще законодательная коллизия, когда мы говорим об ожесточении ответственности педофилов, и в то же время мы говорим о снижении брачного возраста. Ведь в ряде субъектов Российской Федерации для вступления в брак минимальный возраст даже не установлен. Понимаете? То есть, с одной стороны, человек имеет право зарегистрировать брак и жить полноценной семейной жизнью, с другой стороны, в этом случае наступает уголовная ответственность, потому что гражданин вступил в отношения с несовершеннолетним, недостигшим 14-16 лет и так далее. Здесь еще законодательно нужно продумать механизм. Если вы хорошо знаете законодательство, то должны знать о той инициативе, которая была 6 лет назад, из-за которой Светлана Петровна Горячева и меня, честно говоря, здорово осудили. И законодательная инициатива наша не прошла. У нас действительно есть целый... Что вы предлагали? Мы предлагали тогда снизить планку до 14 лет, унифицированно сделать по всей территории Российской Федерации. Если родился ребенок и желают вступить в брак, разрешить органам местного самоуправления этот брак регистрировать, ну повсеместно это пошло, понимаете уже? Нас тогда обвинили в том, что мы лоббируем интересы педофилов. Но у нас сегодня, вы правы абсолютно, как юрист, есть субъекты, где нижняя планка возраста вообще не установлена. И если 50-летний дядя изнасилует трехлетнюю девочку, и родители девочки скажут или опекуны, что дядя этот женится, то этот брак будет признан состоявшимся. Это наше современное российское законодательство. Это семейный кодекс. Чуть больше 20 субъектов у себя сейчас ввели нормы, кстати, Подмосковье тоже, с 14 лет при условии, если органы местного самоуправления или губернатор дает согласие на этот брак. Отдельный случай, исключительный там. Призыв в армию, родился ребенок, там болен, смертельный и так далее. Это нормально. То есть не делать это всеобщим, а только в исключительных случаях. К сожалению, инициатива эта не прошла. И я думаю, не прошла как раз из-за того, что существует вот эта педофильская лобби, которая обвинила нас как раз в лоббировании интересов несовершеннолетних детей. Зал, давайте тише. Сейчас еще одна короткая реклама. Она пролетит быстро. И сразу после этого в студии появятся органы опеки, которые готовы раскрыть тайну, которую хранит Кристина. Почему ребенка не отдают ей из больницы? После рекламы. Вы смотрите «Пусть говорят тема эфира» сегодня «Дважды мама». В свои 15 лет Кристина Калашникова воспитывает двоих детей от двух разных отцов. Полутора годовалого Ивана и новорожденного младенца, которому еще не успела дать имя. Отец Ивана, Федор Орловский, уже получил срок за то, что совратил несовершеннолетнюю девочку. Я сел, я освободился. Я пошел в отказ. То, что это не мой ребенок. Теперь Федор хочет доказать, что несовершеннолетняя Кристина – проститутка. А 23-летнего Кайрата Сабраева, отца новорожденного малыша, со дня на день ждет суд тоже за совращение несовершеннолетней школьницы Кристины. Я, в смысле, любил сына, и в смысле, мне было наплевать, закон как поступит. Во время рекламы к нам присоединилась Наталья Браун, ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних администрации поселка Степное Саратовской области. Здравствуйте, Наталья. Я хотела пояснить вообще сразу ситуацию. Вот по тому, что почему ребенка не отдают. Просто от Кристины требуется предоставить справку, что она пролечилась. И, ну, я не могу говорить, потому что и Кристина знает там какое-то заболевание. Потому что были случаи, но каждый за себя... Ну, вы знаете, даже если мама больна вирусом герпеса, ей тоже ребенка могут не отдать, пока она не пролечится. Это серьезная болезнь какая-то или что это? Нет. Я предоставила им справку. Мне, как сказали, привези справку со Степного. Я предоставила им справку. Они ищут кучу отмазок, якобы уже это не эта справка, которую надо. Вы знаете, вот я сейчас слушала, конечно, Кристину. Во-первых, семья у нас стояла на учете. И с этой семьей все работали специалисты. Сказать, что семье не помогали... Кристина сама только звонила, и что когда вы от нас отстанете. Благодаря, скажем так, управлению образованием и школы, где она училась, она получила аттестат об окончании 9 классов. Потому что девочка у нас не посещала школу, естественно, вечернюю. Проблемы уже были давно. Первый раз они на комиссию к нам попали еще в 2007 году, когда девочка пропускала очень много занятий, еще обучаясь в дневной школе и по болезни, и по неуважительным причинам. Мама в школу не являлась никогда. Когда ее уже понимали... Мама в школу ходила на собрания всегда. Ольга Александровна, я буду говорить по фактам. Понимаете, вот как у нас в документах все это есть, понимаете? Не зря мы вас привлекали по статье по 535. У вас есть все, у вас есть прокурорат на нас. Скажите, что такое статья 35? Недолжное воспитание ребенка. У девочки также были проблемы с мамой. Мама выпивала. Поэтому там воспитание какое было. Так вы понимаете, что это ваше проблема? У мамы есть судимость или нет? У вас есть судимость, мамы нет? В деревне все пьют. По 156-ю у нее есть судимость. Это что такое, еще раз? Это жестокое обращение с ребенком. А вы не пытались выяснить причину? То есть, возьми, мама тебя отбила или что, Кристина, не могу понять? Андрей, у меня статья, знаете, за что? Оль, Санна, за что? Я ребенка побила своего за то, что она пропускала школу. А у нас такие законные. Она сидела за компьютером, я прохожу домой. Я сейчас пойду и посажу. Пошла и посадила. Кто? Вот наша Кристина. Дай мне сказать. Кристина пошла и заявила на маму? Да. Она вызвала участкового. Участковый приехал. На меня состояли заявления. И маме дали за это сколько, вы думаете? То есть, вы поняли, что Кристина подает на маму? За то, что я побила ребенка, за то, что она пропустила школу. А сейчас мама воспитывает твоего? Скажи. А то, что вот этот молодой человек ее как бы изнасиловал. Сейчас, секунду, я все понял. Кристина, ты понимаешь, что всех людей, которые к тебе хорошо относятся, ты делаешь, всех ведешь под статью. Маму ты осудила за плохое обращение. Парня, который зачал тебе ребенка, ты посадила. Второго ты сейчас тоже ведешь под судимость. От тебя страшно с тобой общаться, понимаешь? Нам будет сыграть. Я еще удивляюсь, как тетя не получила срок никакой еще за то, что приютила тебя на три месяца. Она получит у меня срок, а не я от нее. Скажите, пожалуйста, вы не пытались ли установить причину семейного неблагополучия и оказать психологическую помощь Кристине? Вы знаете, все органы системы профилактики работали с данной семьей. Ребята, я не хочу выяснять профилактикой. Вот у вас сидит героиня, которая в 13 лет знает, как посадить всех за решетку. Понимаете, вот к ней вопросы должны быть. В 13 лет она еще ребенок. Я хотел еще пояснить. Нет, я не прав, скажи, я сейчас узнаю какие-то вещи, мне было жалко. Нет, вы не правы, потому что в 13 лет она еще ребенком была. Если не справляется семья, то должны помочь соответствующие компетентные органы. Она посадила, в школу не ходит, а одного судимой, второй его сейчас на 7 лет посадят. Отлично просто. Вот сидят две взрослые женщины, сидят две взрослые женщины. Они шли на поводу, 13-летней девочке капризной, захотела пить, гулять, пожалуйста, в школу не ходить, пожалуйста, все. И сидят и дальше идут на поводу. Вот и сейчас просто снять ей штаны и отшлепать в студии. Вот тогда будет... Своих детей бы шлепать. Спасибо. Нет, ну согласись, Кристина, я не прав, извини меня, да? Сейчас мы с ним ей штаны, мы ее отпорим, а детей будете воспитывать вы. Вот в данной семье что можно было сделать? Отправить мать на принудительное лечение от алкоголя. Мы не имеем права. Не имеем. Мы маме предлагаем, но мама всегда считает, что она не пьет. Вот мы видим, в каких условиях она сейчас живет. Так, по этой квартире могу так сказать. Я связывалась с главой администрации Советского, и он сказал, вообще они заняли эту квартиру незаконно. Он пришел, он сказал, ну вы понимаете, сами вы вообще должны понять, что для этого надо получить какие-то документы. Он пришел и попросил, дайте нам, да, молодой, он, глава администрации сказал, надо собрать определенные документы. Да почему за квартиру-то дали? Это квартира с двумя детьми? И потом квартира. Это квартира вообще другая. Это коробка. Она уехала сейчас с царапией и работает. Безакон без дверей, без ничего. То есть это незаконное завладение жильем? А где мы возьмем эти деньги? Никто не в деревне взять деньги, скажите, пожалуйста. Они соберут и предоставят, если есть... Что, мне два документа спросили, я принес их. Остальные, говорят, они все равно у нас... Слушайте, да бросьте вы, что вы гоняете за какими-то справками. Может, действительно, сначала нужно вылечиться, потом уже делать ремонт во всей этой истории, а? Во-первых, давайте поймем, о чем мы говорим. Дети рожают детей. Девочка недееспособная, педагогически запущенная. Подставляет маму, подставляет одного, подставляет другого. Ребята должны тоже дееспособность какую-то иметь. И надо всем понять, что связываться с малолетними – это опасно. Это тюрьма. Сейчас все, кто нас смотрит, пускают вывод и поймут это. Какая любовь, о чем вы говорите? Это маленький ребенок. Но еще вопрос большой – это здоровье населения нашей страны. Роды с 13 до 15 лет, 84% – это патология родов, которая потом, соответственно, дети будут больны, либо психически, либо физически. Это не сразу проявляется, бывает со временем, через несколько лет. Поэтому ситуация, которую мы сейчас обсуждаем, это не только вашу, а это речь идет о том, как будет в России больше здоровых детей или больше больных. Скоро дождемся, вообще детей не будет. Что мы можем сделать для этой семьи, кроме того, что помочь вылечиться девочке, если она уже не вылечилась? Вы знаете, мы ей всегда прохали. А почему же я тогда здесь хожу, а не в больнице лежу? Поддержим больницу, потому что она несовершеннолетняя. Откуда я знаю, почему ты ходишь здесь? Можно ли им помочь оформить семейные отношения? Можно ли им помочь оформить семейные отношения? Есть ли какие-то свободные помещения в поселке, где они могут разместиться, если эта квартира не чужая? Глава администрации, я сказала, он не против, но пусть предоставит пакет документов. Семьи-то как таковой еще нет, правильно, допустим? Они еще не обращались с таким заявлением? Нет, не обращайся. Кристине я объяснила, что она должна прийти в ЗАГС, будет разрешение главы администрации. Все, что можно, мы все предоставили, по закону все предоставляла. Кристина, вот как вы сказали, конечный продукт, да, не органов опеки, а своих родителей, это их вина, понимаете? А мы сейчас пытаемся ее переложить на органы опеки, но они помогают. Но, извините, рожают у нас не органы опеки, а родители, дееспособные взрослые, которые должны заботиться, воспитывать, понимаете? А не просто так, вот она родила, пустила в одну деревню, во вторую, мама занимается там своей личной жизнью, папа вообще неизвестно чем занимается. И вот может быть, до тех пор, пока дети не дееспособны, может быть, это вопрос законодателям, родители должны нести за них ответственность. В том числе, может быть, и не только административную, но и уголовную. Вы готовы отложить один день поездку на Луг и пойти собрать документы для того, чтобы получить жилье? Мы на Луг не ездим, даже близко, не надо приписывать. Тетя сказала, что он зарабатывает деньги на том, что он ездит на Луг. Надо сказать, примерно, он на Луг не ездит. Хорошо, один день не поехать на работу и пойти собрать документы, если больше некому их собирать. Может. Я соберу сам. Я надеюсь, что вы это сделаете, а вы поможете им с жильем, чтобы они получили жилплощадь, не врываясь и не захватывая чужих. Ты сказала здесь очень одну здравую мысль, что следующего ребенка я обещаю родить в 18 лет. Я надеюсь, это не произойдет раньше, и ты до этого времени будешь дважды мамой. Берегись, что я все-таки. До свидания. Ян Пузыревский, знаменитый Кай из всеми любимой детской сказки. Мне все равно. 15 лет назад актер трагически ушел из жизни. Выпрыгнул с 12 этажа. В руках он держал родного двухлетнего сына Иштвана. Мальчик чудом остался жив, и сейчас он копия своего отца. А родная мать Яна до сих пор живет в той же квартире и с болью вспоминает тот трагический день. Вот здесь это произошло. Он снял очки, положил сюда. Здесь этого ничего не было, это все было открыто. Как будто, предчувствуя скорую смерть, Ян фиксировал свою жизнь на видеопленку. Я еще молодой, мне нужно снять со своими ВИО, со своими ребенками. Он как будто спешил получить от жизни все и сразу. В 16 сыграл роль, которая в одно мгновение сделала его знаменитым. В 18 женился на однокласснице Людмиле. Ты счастлива? В нашем следующем эфире. Что заставило его сделать роковой шаг? Измена жены? Невостребованность в театре? Наше специальное расследование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова